Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу сделать такое видео, обзор и сравнение двух биби-кремов от Maybelline и от L'Oreal. Что хочу сказать? Этот вот крем, это первый биби-крем, который я приобрела. У него такая интересная текстура, он такой, как бы шелушащий, такой белый, потом, когда его наносишь на лицо, он принимает цвет лица. Как насчет увлажнения, так как мы знаем, что биби-кремы это увлажняющие средства, которые выравнивают цвет нашей кожи. Я попользовалась этими двумя кремами от Maybelline и от L'Oreal, и хочу сказать, что, наверное, больше я сейчас, в данный момент, склоняюсь больше к Maybelline. Потому что Maybelline, он больше мне подходит по цвету, так как этот, якобы, подстраивается под цвет кожи, но он немножечко мне затемняет. Я думаю, на лето, вот летом это будет шикарное средство для моей кожи, но в зимний период лучше все-таки использовать Maybelline. И сейчас я вам покажу, какая между ними разница в констинстенции, в цвете и вообще. Но хочу сказать, что Maybelline не так, так как у меня сухая кожа, Maybelline не очень хорошо справляется с шелушениями, которые выступают. Если, например, я от L'Oreal, если нанесу этот крем на свое лицо, то есть у меня шелушения никакие не выступают. А вот насчет Maybelline с этим нужно, конечно, немножечко поработать. Нужно побольше средства наносить именно на те зоны, там, где у меня появляется шелушение. Вот, ну а в принципе очень хороший. Давайте сейчас приступим к сравнению цветовой гаммы и текстуры. Так, давайте на вот эту руку мы нанесем BB-крем от L'Oreal. Вот такой вот он. Он немножко жидковатый. Как видите, он такого белого цвета, да? И сейчас он какие-то имеет микрочастицы. Сейчас я его размажу по всей руке. Наполовину, чтобы вы видели, какой цвет он имеет. Очень приятный на ощупь. Мне очень понравился. Вот, но вот, вот сейчас вы видите, да, разницу мой цвет кожи и цвет кожи с кремом. То есть намного темнее. Вот так вот отлично видно. Да? Вот заметно, что у меня крем на руке. Хотя я всегда беру самые светлые. Это нам, что у меня светлая кожа. Еще один минус. Вот, заметьте. Я попользовалась и с него капает. То есть вот так вот баночку лучше не ложить, потому что вытекает средство. Так, сейчас закрутим и уберем. Вот, вот такая вот текстура у него. Вот беленькая. Когда вы так размазываете, беленькая исчезает и получается как бы цвет. Но цвет намного темнее, чем моя рука. Вот так вот, видите? Хорошо. Этот один крем. Теперь на этой руке мы сейчас нанесем крем от Maybelline. Тоже самый светлый, который только есть. Наносим. Вот. Как бы мы сразу видим, что он сразу идет с цветом. То есть он не белый, он такой бежевый. Такая вот субстанция такая кремовая, не липкая. Он очень приятный на ощущения, на запах. И он такой, как будто, знаете, освежающий. Он такой прохладненький. Ну вот, смотрите, нанесла я крем. Разницы между вот моей кожей и между кожей вот с кремом, как здесь, вот разницы не видно. Ой, здесь видно разницу. Видите? Это от L'Oreal крем. А вот крем от Maybelline. То есть сразу видно, что разница все-таки существует между кремами. Здесь сильно видно, здесь не очень видно. Так поменяем так, чтобы вы видели, с какой стороны какой крем. Вот. Поэтому, я думаю, если вот летом, когда загораете, уже подзагорели, да, я думаю, этот BB-крем, вот эта вот сторона, вот этот, BB-крем будет очень хорошо. В зимний период, кажется, лучше покупать вот этот. Это моя точка зрения. Так особо не видно, но вот так если повернуть, то очень даже видно, то что здесь темнее, здесь светлее. Вот. Вот, вы заметили вот разницу, может быть, отсюда будет видно лучше. Это у нас идет L'Oreal, и это идет Maybelline. То есть. И по ощущениям, вот мне кажется, кожа, хотя нет, кожа гладкая, как здесь, так и здесь. Но единственное, что цвет. Вот. Как бы экспериментик я провела такой. Это для меня существенные такие вот показатели для того, чтобы выбрать, какой крем мне больше понравился. Скажу честно, нравится мне крем. Скажу честно, крема мне нравятся оба. Я очень ими довольна, очень им не нравится. Но вот этот вот я теперь буду покупать на лето, а вот этот вот, наверное, уже более на зимние такие вот периоды, да, когда холодно, когда кожа светлая, загара нету. Вот. Ну, а вы выбирайте сами, как вам нравится, какой. Я думаю, вам лучше стоит попробовать и тот, и тот, чтобы вы сравнили, как бы для себя понимали, какой вам больше нравится. Цена у них одинаковая, что этот, что этот стоил мне 10 евро. Биби-кремы у нас все одинаковые, даже Лориаль тоже стоит 10 евро. Но Лори... Какой Лориаль? Гарниер. Гарниер, извиняюсь. Гарниер тоже стоит 10 евро. Соседи уже начали опять сходить с ума. Вот. Но Гарниер я не купила, потому что у меня были пробники. И вот Гарниеровские биби-крема, даже самый свет для меня ужасно-ужасно темный. Я не знаю, для кого они делали этот крем, для каких загорелых девушек, смуглых девушек. Но, увы, нас, белолицых дам, они решили отстранить от этого крема. Не понравился мне, он очень и не темный, поэтому я остановилась на Мейбель. Вот. Но я знаю, что существует еще много разных биби-кремов, и я горю желанием их всех попробовать, сравнить. Вот. Пока я остановилась на этих двух. Вот. Я надеюсь, для вас это было полезным видео. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всех вас очень люблю и целую. Всем пока.